Привет, друзья! Сегодня середина третьей недели, как я не тренирую вверх, тренирую только ноги в связи с травмой плечевого сустава. И, как видите, масса не падает, не пугайтесь, у кого такие же проблемы или вынуждены вы как-то не тренироваться. Если у вас нет возможности тренировать вверх, тренируйте ноги. Нет возможности тренировать ноги, тренируйте вверх. Всегда тренируйтесь, всегда можно найти способность, возможность тренироваться. Но легче, конечно, найти отмазку и причину. Но сегодня видео не об этом. Сегодня хочу поделиться с вами такой вот замечательной новостью для меня. Я купил себе домашний гриль от компании G&C, которая выпускает лучшие на сегодняшний день витаминные минеральные комплексы для мужчин и женщин в различной направленности. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет этот гриль. Почему я купил именно его? Потому что все-таки эта фирма, компания работает специально для нас, спортсменов. И в первую очередь для тех, кто занимается бодибилдингом, фитнесом, кроссфитом. Кто как это называет. Сколько стоит такой гриль? Стоит он меньше 30 долларов. Поэтому покупка выгодная. Многие мои друзья-американцы пользуются ей. И я решил побаловать себя тоже. Вы все знаете, что мы любим жареное. Но все вы также прекрасно знаете, что жарить на масле это не самая полезная еда, не самая полезная для наших с вами целей. А гриль поможет нам с вами есть жареное без использования масел. Без применения какого-либо масла. Те же самые куриные грудки получаются совершенно другими. Так. Вот так он будет стоять. Вот так, как вы можете видеть, он вполне компактен. Имеет ребристую поверхность, которая легко снимается. Каждая верхняя и нижняя, для того, чтобы ее мыть. Кнопок мало, регулировки простые. И в скором времени я приготовлю на ней что-нибудь и покажу вам. Смотрите, возможно, в России тоже можно купить такую штуку полезную. Идут тут еще какие-то различные насадки. Ну и тоже, наверное, лопаточки всякие. Не столь важно. Важно то, что можно есть вкусно и при этом здорово. Вот интересный факт. Хочу вам рассказать о курице. Конкретно куриных грудках, которые мы используем. Стоит она 4 доллара за полкило. Это очень хороший продукт. Во-первых, эту курицу выращивает определенная семья. У них своя ферма. Курочки содержатся в гуманных условиях. Не в клетках, как это на фермах бывает. Очень гуманно к ним относятся. Во-вторых, что очень важно. Вы можете смело кормить этой курицей своих детей. Сами есть. Потому что эта курица выращивалась без применения антибиотиков. А вы знаете, что сейчас практически всех животных выращивают с помощью антибиотиков и гормонов. Никаких гормонов не применялось при использовании этой курицы. Это подтверждается сертификатами. В Америке это все очень строго. Не дай бог проверят, если это не соответствует действительности. Людей очень жестко накажут. И это несет уголовную ответственность. 99% здесь чистый белок. Нет жира. Это тоже очень интересно. Видите, жира практически нет. Глозовая такая, да? Беспрожила, как иногда бывает на дешевых. Еще что интересно. Видите здесь, видите, Fat Vegetarian Diet. Это говорит о том, что курочки питались только натуральным зерном. Не использовался комбикорм. Комбикорма еще какая-то там ерунда. То есть это очень шикарный продукт. На бывших, в странах бывшего соцлагеря вы навряд ли найдете такую продукцию. Тем более, никто не напишет, не расскажет вам о том, использовались ли гормоны, применялись ли антибиотики. А в 99,9% случаев сейчас во всем мире применяются антибиотики и гормоны. Так что, вот такой курочкой мы питаемся. И сейчас мы ее попытаемся приготовить в нашем новом гриле. Вот сейчас желательно, она немножечко толстая грудка, сделать ее потоньше, чтобы прожарилось лучше. Я не люблю, как многие любят, там, недожаренное. Я люблю очень хорошо прожаренное мясо, в том числе куриное. Вот так вот разрежем его и проведем такой эксперимент. Одну часть грудки мы смажем маслом виноградных косточек, а другую оставим несмазанной. И посмотрим, как поведет себя мясо, будет ли прилипать к грилю, потому что говорят, что специальная поверхность, которую не нужно смазывать маслом. Будет ли она прилипать, будет ли ее тяжело потом отмывать. Сейчас мы это все увидим. Прям чуть-чуть смажем. А я уже снимал видео о том, что жарить нужно только на масле виноградных косточек, потому что оно не пригорает, температура его горения. Так а что, что с двух сторон-то помыть? В общем, одну грудку мы смажем полностью маслом виноградных косточек, а другие не будем трогать. Посмотрим, что из этого выйдет. Так аккуратненько укладываем на наш гриль. Можете солить, можете перчить, кто как любит. Я себе не солю, жена вот себе отдельно солит всегда. Я соль вообще не ем. Включаем, закрываем и ждем. Пока жарится мясо, мы делаем вот такой салатик. Берем капусту, вот уже нарезанную с морковкой. Такая легкая очень капуста. Продается у нас тут практически во всех фабликсах. Белокачанная обычная. Потом мы добавим свежего лучка, помидору. Зальем, приправим это все немножечко оливковым маслом. И специальная приправа итальянская для салатов. Видите, она такая жиденькая. Которые уже различные специи. И добавим еще немножечко сыра пармезан. Вот такой легкий салат, плюс куриная грудка. Мы вечером поужинаем. Ну вот, судя по всему, мясо готово. Сейчас будем смотреть, как все это выглядит. Выглядит все очень довольно шикарно. Вы сами можете видеть и посмотреть. Смотрите, вот с женой поспорили, что можно без масла. Совершенно одинаковые кусочки, которые были с маслом. Она вот себе, а я вот без масла. Да, абсолютно спокойно двигаюсь. Специальное покрытие, которое не пригорает. Возможно, что даже масло будет мешать. Класс. А вот так выглядит готовый салатик. Уже очень красиво, аппетитно. У меня уже слюни текут. Вот так выглядит уже готовое блюдо. Курочка, салатик. Не буду больше отвлекать вас и себя. Приступаю к ужину. Всем привет. Увидимся в тренажерном зале. Увидимся в тренажерном зале.